Приветствую вас! По моему мнению, у вас есть, ну как минимум, три основных аспекта, на которых нужно заострить ваше внимание, и на мой взгляд, на мой взгляд, одна небольшая неточность. Значит, давайте сразу перечислим аспект. Первый аспект, это то, что ребенок рос без отца, как такового, да? То есть, значит, вы сказали, что провели с отцом мальчика, когда ему не было двух лет, тем не менее, привычный образ поведения отца, вероятно, сознание ребенка отходилось, и последствия отсутствия мучкового, присутствия его жизни не могло не дать своих последствий. На это указывает то, что вы полгода готовили его к тому, что вы будете жить с мышами, с другими мышами, и, собственно говоря, это не совсем мучковое поведение. То есть, понятно, что и вы, и ваша мама, и его бабушка не смогли воспитать мальчика во всех необходимых аспектах. Вы спровоцировали его на превалирование женских черт в его поведении, чем мужских черт. И от мужского поведения в нем осталось только грубость и, по сути, ну, по сути, капризное поведение. И этот момент очень важен. Отсутствие мучкового поведения, мучковой твердости, мучкового контроля, раздейственности и так далее. Второй важный момент заключается в том, что вы не уделяли сыну внимания. То есть, мальчик был предоставлен сам себе, бабушка его, скорее всего, либо баловала, либо просто не могла с ним справиться. Ну и, соответственно, отсутствие этого внимания тоже очень сильно повлияло на ребенка. То есть, мальчик, возможно, почувствовал вседозволенность, мальчик, возможно, почувствовал безнаказанность и потерял какое-либо чувство ответственности. А также он укрепился в одной точки зрения на мир, но это уже, наверное, в большей степени третий аспект. То есть, связано с тем, что ребенок у вас один день по всему и один ребенок, значит, окружен максимальным количеством внимания, максимально возможным количеством внимания. И, соответственно, не могло не обойтись без его манипулирования вами, не могло не обойтись без переборов моделей поведения, которые наиболее эффективны для ребенка. Не обойтись без ваших уступок ему, не обойтись без нарушения твердости и, естественно, мы не могли научить его чистому мужскому поведению, которое формируется только мужчиной. А его отец, единственный образец мужского поведения, который отложился в сознании ребенка, ну, его отец с вами не живет. И ребенок, очень может быть, думает, что отец его бросил и обвинит в этом себя, как это обычно делают дети, ну, или могут делать дети. А ключ к решению проблема лежит в том, что ребенка нужно, по сути дела, воспитывать, спасеться мужчину. То есть, вы относитесь к нему определенно, через чур, чувственно, ну, в принципе, так, как подобает женщине, ведь женщина по себе судит. Ну, вот это вот ваше полгода готовили к этому шагу, потому что вы будете жить с другим мужчиной при условии, что ребенок отца не знал совсем. Ну, это о чем вы говорите? Она говорит о том, каким вам видится ваш сын. И вот это вот чрезмерное внимание, сперва осуществление внимания, а вообще, а потом чрезмерное внимание, наверное, ваше чувство вины за то, что вы не уделяли внимания ребенку. Она сыграла злую шутку, и мальчик просто сейчас осознает, что он может делать все, что угодно, и ему ничего не будет никакой ответственности за то, что он делает, он ненесет. Соответственно, здесь необходима тверда рука мужчины, жесткая система поощрений и наказаний, потому что уже достаточно большой возраст, 8 лет, тут нужно быть достаточно четким, но именно с позиции мужчины, то есть мужчина со своей логики, логики, со своим последовательным мышлением способен объяснить ребенку, почему происходит так или иначе, что говорить он будет, мужчина, на языке ребенка, на языке мужской логики. Вы же говорите все-таки, как женщины, языком женской логики, из-за этого возникают проблемы. Почти всегда в семьях, где отсутствует отец, у мальчиков наблюдаются характерные изменения в поведении. То есть, это мальчик, в которых, да, он мягче, он как бы более чувствителен, может быть, у него есть чувство ответственности даже, но, оно все равно наблюдается влияние женского поведения и отсутствие мужиков. И вам в этой ситуации нужно, с одной стороны, развивать в ребенке чувство ответственности, то есть, надо ему четко понять, что если он будет делать какие-то вещи плохие, то он будет испытывать негативные последствия на себе из-за этого формулы. Степень негативных последствий вам нужно определить самостоятельно. Лучше будет, если определит это мужчина, и не важно, опять же, кто, какой мужчина. И будет этой схеме следовать. Ребенку также необходим идеалом мужского поведения, то есть, ему нужно придать смысл того, что он делает. То есть, вот, необходимо понять, что он хочет, необходимо понять, какие у него желания, необходимо понять, кем он себя видит, и через вот это, через то, кем он себя видит, какими героями восхищается, какие он ценит поступки, какие он уважает победительские нормы и прочее. Вот через это, ребенку необходимо постепенно объяснять, что если он хочет быть тем, кто ему нравится, то необходимо действовать немножко по-другому. И понимать в первую очередь, что сила, которая у него есть по отношению к девочкам, например, это ответственность в первую очередь. Ответственность. То есть, необходимо дать ребенку понять, что всегда и везде за его негативным поведением будут следовать последствия. И эти последствия будут существенно очень болезненно отражаться на самом ребенке. Это вот и поможет вам как-то вот приучить мальчика к дисциплине, но это должен делать именно мужчина. У вас это все не получится, всего того, что вы мать. Дальше. Очень интересный вопрос. Если помните, я в начале своего текста, в начале своего ответа и в начале вашего изучения, вашего текста, сказал, что у вас есть одна неточность. Так вот, вы говорите, что, значит, разговаривали вы с учителем в этом году, проблем нет, то есть с дисциплиной все в порядке. Вот, было тяжело в смысле дисциплиной, пишите вы, но мы справились. Справились с чем? Вот, как-то не очень понятно. Вы пишите, что вы справились. Вы пишите, что разговаривали с учителем, проблем нет. С каким учителем именно вы разговаривали? Если ребенок учатся в разных, вроде как, классах, в разных, ну, у разных преписавателей, типа здесь братьям нужно у всех. Проблем нет, проблем с чем нет, какого рода проблем, какого рода трудности ищите вы. На предмет каких проблем вы задавали вопрос учителю и почему только одному не очень это понятно. Дальше вы пишите, что дома невыносимо. И в конце вы пишите, что мальчик ударил девочку на занятие физкультурой, откуда, а потом его выднали с тренировки по гимнастике. И вот как-то не очень понятно, с какой дисциплиной вы справились и на предмет каких проблем вы интересовались у учителя. А также было бы здорово, если бы вы постарались пояснить, в чем причина полугодичной подготовки мальчика к тому, что вы будете жить с другим мужчиной. И, кстати говоря, каковы отношения этого другого мужчины к мальчику, а мальчика к нему. Понятно, что мальчик сейчас ревнует. Он будет ревновать вас к вашему мужчине и у него может развиться эдипов комплекс. И очень важно человека от этого эдипов комплекса уберечь. То есть важно, чтобы мальчик не чувствовал, что вы уделяете ему меньше внимания. И важно, чтобы мужчина активно взаимодействовал с мальчиком, но при этом отдавался себе отчет в том, что взаимодействовать придется жестко. То есть если он живет с вами, то необходимо приучать мальчика к дисциплинею. Иначе, ну иначе будут серьезные проблемы. Вот, пожалуй, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!